В прошлой лекции мы с вами обсудили электромагнитные распады возбужденных состояний ядер и сделали их оценку по величине и ввели такие специальные единицы единицы майского так что если вы в литературе встретите вот такое сокращение дубльной точкой 1 точка это вайско-фюнице те самые единицы вайскофа, о которых мы вернули которые дают что-ли там базис ну я не знаю как это назвать что-то вроде единицы измерения интенсивности ядерных гамма-переходов стандартные единицы измерения ядерных переходов теперь, но эти все переходы, они начинаются с мультипольности единицы то есть единицы, поскольку у вас фотон имеет спин единицу то спин единицы всегда уносится поэтому просто по сохранению момента все переходы начинаются с мультипольностью 1 но в ядре оказывается, не в ядре, а вот в атоме оказывается существует возможность ядерного Е0 электромагнитного перехода Е0 без изменения момента вообще но при этом естественно фотон свободный излучиться не может потому что это будет противоречить сохранению момента но зато вот этот фотон может, не вылетая, быть поглощен атомным электроном и электрон, получив всю энергию перехода, может просто вылететь из ядра такой процесс носит название внутренняя конверсия то есть просто через кулоновское поле у вас этот переход через кулоновское поле энергия перехода вся передается в электрон и здесь, конечно, уже возможен Е0-переход значит, чтобы сделать эту оценку мы начнем прямо с потенциала, который действует на электрон у АТР, то есть вот этот атернатор, он есть интеграл D3R' а здесь стоит рот зарядовая ядра давайте уже подписать рубрика Z рот зарядовая ядра АТР' который оператор по ядерному переменам является делить на R-H' ну вот это кулоновское поле значит, вот это оператор по ядерным по ядерным на H' пробегает внутри ядра и ρ вот это оператор заряда оператор плотности заряда ну а поскольку R вот это координата электрона то вот R будет оператором еще и по атерному электрону теперь, значит, если у вас есть переход из начального состояния в конечное ядерное то вы должны взять отсюда матричный элемент по ядерным состояниям вот это матричный элемент вот это, значит, давайте этот матричный элемент мы сейчас запишем так, и здесь давайте уже тогда заряд электрона сюда напишем чтобы это было полностью взаимодействие, а не потенциал значит, здесь заряд электрона стоит еще тогда это будет взаимодействие потенциальная энергия а не просто потенциал эстетический так, давайте мы перепишем это в таком виде что это есть минус 4π2 а здесь это интеграл d3q вот я не знаю, будет сразу понятного влияния d3q на 2π2q а здесь стоит e в стекле минус i qr вот это R внешняя здесь стоит единица на q2 и здесь стоит маточный элемент как фуриер компоненты ρq это понятно, да? здесь стоит свертка в координатном представлении поэтому для фуриер компонент возникает произведение произведение фуриер компонента отвечает свертке в нашем пространстве ну это можно представить следующим образом ну давайте я проделаю проделаю вот эту процедуру чтобы я напишу сначала что это есть e интеграл d3r а здесь напишу d3q на 2π в кубе значит тут будет стоять e в степени минус i плюс i qr' а здесь стоит f ρ от q и здесь зарядное и делить на модуль r минус r' вот так ну и теперь смотрите тут стоит r минус r' давайте я сюда напишу минус r' r и плюс i qr так тогда 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 вот это вам и сдвинул интегрированный r' наверх так что вот здесь вот у вас будет просто r' и здесь будет r' тогда значит у вас появляется у нее компонента от кулона который есть минус 4π на 2 квадрат ну и тогда значит вот получаете вот этот ответ только тут знак по-моему получается плюс так теперь значит вот такое получилось выражение дальше смотрите какие вот здесь у нее компоненты существенные значит давайте мы вот это ρ от q ρ от q и распишем что это такое f ρ от q заряженная i значит это есть интеграл d3r e в степени минус i q r на ρ мальтичный элемент r от r i так значит поскольку r у вас только пробегает размер ядра а q у вас он 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 отвечает большим расстоянием то есть фактически малым q то тогда мы можем вот это вот это экспонент она мала по сравнению с единицей ну и тогда мы можем это дело разложить следующим образом это равно равно интеграл d3r а здесь я пишу единица минус i q r минус q i q k r3 rk вот ну и здесь стоит материчный элемент r от r зарядован от f так ну и теперь смотрите значит если у вас если мы смотрим е0 переход е0 переход то вот здесь у вас зависимости от углов не будет потому что здесь моменты одинаковы и здесь возложен е0 переход состояние из нуля в ноль просто из нуля в ноль состояние с моментом с моментом ноль со спином ноль возбужденное переходит состояние то же самое с моментом ноль в основное состояние и тогда вот этот материчный элемент от координат зависит не будет но тогда интеграл фомка вот это сократит да теперь если у вас и и и f разное состояние то у вас единица работать не будет единица работать не будет а тогда у вас останется только в размер с это я напрасно не писал материчный элемент потому что это ягодные координаты поэтому здесь не надо писать давайте пока r это ягодная координата поэтому это r входит в материчный элемент материчный элемент берется от всего так вот, если мы рассматриваем Е0-переход, то здесь зависимость от умов нет и здесь эта шина обращается в ноль, и эта единица не дает всего диагональности вот этого момента, и тогда мы получаем, что у вас эта величина будет равна минус, так, тут я должен поставить пополам еще, второй порядок тогда это будет минус одна треть Q-квадрат, а здесь это интеграл D3R, R-квадрат, ρ-зарядная АТ вот это, вот это есть мультипольный оператор Е0-перехода Е0-перехода вот это есть мультипольный оператор Е0-перехода Е0-перехода вот дальше что у нас значит, ну и теперь да, кстати, почему не дает Е0-перехода потому что тут стоит интеграл от ров это есть полный заряд ядра полный заряд ядра не имеет никакого магматичных элементов, поэтому Е0-переход не работает здесь отгружается по углам ну а тут остается оператор Е0-перехода тут есть, конечно, еще и квадрупольная часть но квадрупольную часть мы не будем рассматривать, нас интересует только минимальная мультипольность то есть, минимальная мультипольность это как раз в угламольная часть и так вот значит, тогда у нас получается, что это есть минус 1-переход Q в квадрате Е0 Е0 так ну и теперь мы должны это все подставить вот сюда вот сюда подставить подставить матричный элемент здесь подставить матричный элемент диаметр-перехода после того, как мы подставили сюда Q-квадрат сокращается интеграл по Q вам выдает просто ответ на функцию от R так что в результате вы получаете сравнящий ответ тут получается 4П на 3 только почему здесь я 3 написал когда тут на 0 все, 6 6 6 там одна вторая есть тогда тут будет 2П на 3 2П на 3 заряд Е и дельта от R получилось где координаты электронов а здесь стоит матричный элемент 10 как раз вот как раз от этого оператора R-квадрат 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 То есть фактически не диагональный маточный элемент АТ-квадрат, если переход одночастичный. Просто не диагональный маточный элемент АТ-квадрат. Так, значит вот получился такой вот оператор, действующий на электрон. Ну и тогда мы должны взять еще... Теперь чтобы сосчитать полный маточный элемент, мы должны взять еще маточный элемент постоянного электрона. Значит, давайте мы его будем в самом простом приближении считать Так, значит, по порядку величина Вот эта величина Вот этот матричный элемент, я думаю Он, очевидно, будет порядка r квадрат Я думаю Вот это Порядка r квадрат Потому что Недиагональная часть вот этой плотности Вот этот матричный элемент Недиагональная плотности Это просто произведение Если переход одночастичный Произведение начальной волновой функции конечной Поэтому просто это будет Такой же матричный элемент, который стоял Там единица 2 С которыми нам их оценивали Поэтому там будет просто вот этот самый А квадрат Электрический, отвечающий Лянта равному нулю То есть по порядку величины Он будет просто r в кубе Он будет как r в кубе Вот это Е0 Оператор Величина этого оператора Маточного элемента Маточного элемента Так, ну и тогда Значит, маточный элемент По состоянию электрона Да, у от r Мы должны конкретизировать вот эти состояния Ну, начальное состояние понятно Начальное состояние Это состояние электрона в атоме Си от r Си от r Конечное состояние Это электрон вылетал Значит, электрон вылетел Давайте мы все-таки будем считать, что у нас Энергия перехода достаточно большая Так что взаимодействием кулоновским Между электроном, который вылетел Непрерывным аспектом И ядром Мы будем пренебрегать Вот тогда В качестве Конечного состояния Можно сделать просто плоскую волну Плоскую волну Е в степени минус Си в вермах Ну и тогда Вот этот маточный элемент Здесь получается Си в нуле И плоская волна в нуле Которая единица И ответ получается такой Вот это есть 2 и Натрий Е Си от нуля На вот эту самую матрицу элемента Си от первого перехода Ответный переход Ну и все Тогда вероятность перехода Которая есть в обратное время жизни Другой точке Которая есть Единица на октаву Это есть 2фи Подъявить на h Здесь будет Дерта функция От омя до минус П квадрат на 2м А что мы говорим? А что мы говорим? А что мы говорим? А что мы говорим? Частота перехода Ну и тут стоит Вот этот 4 И квадрат на 9 Е квадрат В Си от нуля По мунию в квадрате На квадрат Он для вот этого Е0 перехода Это Е0 И по мунию в квадрате Ну вот сразу видно отсюда Что коль скоро у вас есть В Си от нуля То конверсия идет в основном На электронах С-оболочек Электронов с моментом L-рамбурную То есть для электронов К-оболочек Для электронов Л-оболочки Только С-С-состояние То есть только С-состояние Учитывая В принципе Возможно и более высокие Переходы ковюзионные Но тогда надо Тогда надо Следующее шею Разложение Учитывать И там уже появится Малость Вот эти Вот эти Вот эти Вот эти процессы Самые Самые интенсивные Для изолоновых электронов Так Ну и дальше Мы должны проинтегрировать По всем углам Я сразу напишу Здесь Вот так вот Напишу М масса электрона На P На D От P2 На 2M E Так По углам Сразу напишу 4P Здесь Ничего нет По углам И тут 8P Кубий H Кубий Так Кажется Я все H Все H написал Которые нужны Ну и все Дальше То есть ответ Вы пишете Так что это Есть 8P На 9 Масса электрона Заряд Импульс электрона На H4 На P7 От 0 Помогли В квадрате Ну и на вот этот самый Квадратный Наночного элемента Дальше 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 Еще Здесь мы должны Просуммировать По спинам электрона Я не написал Еще одну Твоечку Где-то По спинам электронной Светлосунировать И где-то Вот здесь Надо написать Твоечку Тогда получится Увести Так Ну и теперь Что можно подставить Значит Тут стоит Пси в нуле квадрате Можно еще упростить Что у нас такое Если речь идет По ядре Значит О электронах Я тут энергия Связи электронов Пренебрег Считать Что у нас энергии Достаточно большие Тогда Пси от нуля Пси от нуля Для электронов Внутренних По многих В квадрате Будет Единица На Пи А здесь Я напишу Так Я напишу Здесь З Кубе На Аборовское Кубе Потому что Расстояние На которых Внутренние Электроды У ядер С большим З Для ядер С большим З Внутренние Электроды У них Боровский Рэкерс Это есть Аборовское Делить на З Соответственно Он З Раз ближе Находится З Кубе Так Тогда Видно Что Получается Значит Вот Пускай А квадрат На МЕ Квадрат МЕ Квадрат Это Опять же Единица На Аборовское На Аборовское Поэтому Получается Что это Это Лучина Как А Это Лучина Будет Равна 8 3 На 9 Здесь Будет F Так Здесь H квадрат Я напишу Ставлю 1 H квадрат H квадрат А тут Значит Будет Z У Делить На А Боростной Четвертой Степени Ну и На Вот Это Самый Матичный Ремент Где Ноль Переход А Квадрат Да Так Ну и Теперь Если у нас Вот этот Матричный Ремент Не хватает Где-то Одно H Ночное Где-то Одно Лишнее H B на H От Единицы Это Обратная Длина B на H Обратная Длина Поэтому Тут Получается H В пятой Степени А А В пятой Степени И Здесь Получается R В шестой Степени Поэтому Получается Что-то Типа R Деленное На H В Размерности Хотя У нас Должно Быть Единица На Тау Размерность Поэтому Где-то У нас Не Не Хватает Какой-то Величины Скорость Уже Здесь Нигде Нет Света Скорости Света Здесь Не Должно Нигде Быть Поэтому Я Что-то Здесь Не Могу Понять А Да Конечно Так Все Все Понятно Вот Это Заряд Электрона Но Тут Еще Один Заряд Есть Поэтому Тут Есть Еще Заряд Еще Один Заряд Электрона Есть Поэтому Тут Надо Написать Если Мы Просто Р квадрат Пишем То Вот Здесь Еще Есть Заряд Электрона Вот Здесь Заряд Есть Один Поэтому Тут На самом Деле Еще Вот Это Меньшная Не Просто Есть А В шестое Умножить На Е Квадрат Ну Тогда Все Правильно Потому Что Е Квадрат Делить На Расстояль Это Энергия И Делить На А Что Это Обратное Время Все Правильно Все Правильно Тут Есть Еще Е Квадрат Но Не А Шестой А Ф Радио Седра В шестой На Е Квадрат Ну И Получается Ответ Такой Что Е Квадрат Е Квадрат На А Боровская Это Боит Риттберг Дальше Здесь Остается Р Еще Одно Р С П Тут П Р На А Будет Безразмерная Значит Решина Получается Такая Восемь Пин На Девять Это Героя На Порядка Тройки П Р На А Другое Дальше Тут стоит З Куби Е Квадрат На А Боровская Первая Степень Оставим И Тут Осталось Р Р Пятая Степень На А Какой Куби Да Нет Еще На А Еще На А Еще На А Нет Тут Должно Остаться Что-то Безразмерное В результате Р Е0 Помогаем Подравше Вроде Все правильно Не ноль Такая В кубе Величина На Е Поэтому Значит Аш квадрат На Е Квадрат Это Боровский Развис Я его Написал Туда А Е Остался Наш Лишнее Это Квадрат Получился На Сладенье Чего Не Должно Быть Это Странно Вроде Все Здесь Написано Польше Ничего другого Получиться Не Может Ничего Другого Получиться Не Может Что В В В Значит, перман наш. Странно странно Так тут десь функция снялась Ну все вроде Все нормально Такой вам п квадрок ДП 4П в углам На 2ПН в кубик На 2ПН в кубик Продолжение следует Такой вам П квадрок ДП все нормально, вы где-нибудь видите что тут подозрительное? я почему-то не вижу ничего подозрительного во всяком случае, вот эта формула правильная вот эта формула правильная, а дальше где-то, может быть, на оценке я неправильно написал ну, можно по-другому, давайте, если мы E квадрат здесь напишем, то есть будет E в четвертый так, а здесь E может уже содержать только радиус тогда E в четвертый на H квадрат это Риттберг, энергия значит, получается, Риттберг на H это будет уже обратное время это будет частота, обратное время, частота будет останется одно P на H P на H это обратное расстояние, да? это 1 на А в кубе от символия в квадрате и здесь осталось лишь вот этот самый квадрат мокрого маточного элемента который, очевидно, здесь у нас стоит он у нас R в кубе этот матчный элемент ничего другого здесь нет R в кубе значит, R в кубе так сказать, здесь будет R в шестой в шестой степени R на А в кубе остается здесь R в кубе здесь P P P на R на H это величина безразмерная мне для квадрат остается какой-то какой-то квадрат лишний остается в размерности вместо времени у нас получается чего-то другое вместо времени жизни а там нормировка конечного можно написать? нормировка конечного нормировка, ну я пишу R в кубе поэтому вроде нормировка все правильно можно еще тут написать единицу на V единица на V тогда здесь V надо написать пазлы нормировки они будут схватясь вроде нормировки нормировки все правильно занятно вот эта формула безусловно безусловно одна ну и что тогда здесь ну здесь тоже если вы берете здесь магичный момент по состоянию ааааа сейчас нет все правильно сейчас минутку плотность есть единица на объем единица на объем единица на объем единица на объем во во время Если я скажу четвертый, все, тогда все правильно. Нет, ну действительно, плотность у вас единица на объем, число частиц на объем. Ну или там, если мы заменяем на головную функцию, то здесь произведение на уголновой функции, которые нормированы на корень из объема ядра. Поэтому ядрой у вас пропорционально квадрату ядра, заряда, а не кубу. Это я неправильно сказал. Значит, тогда здесь будет стоять А в четвертый, и тогда все получается правильно. Тогда здесь стоит Р в кубе, и вот это будет оценка. Значит, тут видите, стоит частота Риттберговская, это сколько там, 10 в 16 где-то обратный секунд. Дальше стоит Р ядра на А в кубе. И этот фактор уже сразу вам съедает, сколько порядков. Значит, это 10 минус 8, а это 10 минус 12. Это получается 12 порядков съедается. 12 порядков съедается. И еще стоит ПР на А, который тоже в налогу. Ну, еще З в кубе, который там для средних ядер, там, З порядка 20, 50, ну, это тысяча. Ну, получается, что вероятность, в общем, довольно заметная для этих величин. Вероятность, вероятность, довольно заметная. Вот. Хотя вот этот фактор, конечно, сильно его съедает. Сильно съедает. Ну, и этот фактор тоже довольно маленький. Потому что Р мало, а импульс электрона, он определяется частотой перехода. Вот. Так вот, эти единор-переходы, они, вот процессы внутренней конверсии, они в ядре довольно распространены. И в реальности, да, теперь еще есть такое понятие. Значит, вот вы сосчитали вот эту величину, гимнезон-октаву, которая есть гамма-конверсионная, делить на h. Гамма-конверсионная, гамма-конверсии, делить на h. Так вот, вместо гаммы-конверсии, вместо ширины-конверсионной, вводят, пишут, что это величина, есть альфа, умножить на полную ширину, полное время жизни, за счет любых процессов. То есть альфа, это и есть гамма-конверсионная, полной ширине уровня. И вот этот коэффициент конверсии, альфа, носит название коэффициент конверсии. Этот коэффициент конверсии, он вам говорит о важности вот этих самых конверсионных переходов. Ну так вот, оказывается, все ядра, которые живут там больше, какие-то там, 10 секунд, всех возбужденных состояний, они все имеют коэффициент конверсии близких к единицею. То есть все долгоживущие состояния реально разряжаются путем внутренней конверсии, если, конечно, хватает энергии. Причем это касается, ну да, потому что электромагнитные переходы могут быть сильно запрещены по мультипольности, ну а тогда конверсионные переходы начинают доминировать, переходы с выкидыванием электрона. Потому что там мультипольность может быть меньше. Вот, но при этом еще электрон может выкидываться не из S-оболочки, там, не из K-оболочки, а из верхних оболочек. Если электрон выкидывается из более высоких оболочек, если это S-волноводие, то у него здесь будет стоять еще N в кубе, где главное квантовое число. Ну и тогда Z там уже будет в меньшей степени, потому что для верхних электронов здесь стоит просто Z в первой степени, и для верхних электронов, конечно, процесс конверсии будет сильно податный. Это, между прочим, очень похоже на фотоэффект, потому что фотоэффект тоже идет на электронах сильно связанных, сильно связанных, по очень простой причине. То есть сечение фотоэффекта на K-оболочке атомной заметно выше, чем на верхней оболочке. И причина для этого очень простая, потому что если электрон вообще свободный, то он фотон поглотить не может, по закону сохранения. Ну и вот это подавление, оно сказывается. Чем слабее связан электрон, тем меньше сечение фотоэффекта. Ну и здесь ситуация такая же. Здесь видите, вот M-кубий фактор, и еще кроме того, Z ослабление дает, Z дает ослабление. Здесь у вас этот процесс, процесс уже для верхних электронов заметно ниже. Заметно ниже. Ну вот, вот этот же процесс, еще один электромагнитный процесс, который возможен. Да, я обращаю ваше внимание, что если ядро ободрать полностью, электронную оболочку ободрать, тогда этот процесс не будет. И тогда уровни, которые жили конечное время за счет только процесса внутренней конверсии, они станут долго живущими, гораздо более долго живущими. Потому что вероятность излучения реального фотона может быть сильно подобных. Так, ну вот, давайте сейчас сделаем перерыв, а потом перейдем уже к слабым процессным диаграммам. Так, значит, мы на этом обзор клетромагнитных свойств ядра закончим. И обсудим теперь слабые взаимодействия в ядрах. Значит, слабые взаимодействия в ядрах, они ответственны за распавление ядер. Это то, что было названо бета-радиоактивностью. Значит, есть альфа-радиоактивность, есть бета-радиоактивность, есть гамма-радиоактивность. Значит, альфа мы обсуждать не будем. Альфа обсуждалась в курсе квантовой механики, произносяемость через парьер кулановский. Гамма-излучение в ядре. Обсудили, теперь нам осталось обсудить бета-радиоактивность. Значит, бета-радиоактивность здесь включает в себя довольно много процессов. Значит, процессы, которые идут с участием слабого взаимодействия, они бывают такие. Значит, вот в бета-процессе. Началось начальное гидро взятое А, переходит в Z-плюс-1, с тем же, естественно, самым А, плюс еще электрон, плюс антиникеринно-электронное. Далее, это просто бета-минус, то, что называется бета-минус распад. По заряду электрона. Бета-минус распад. Фактически действует то, что простейшее, это распад нейтрона, свободного. Когда нейтрон превращается в протон. То есть, это равный нулю. Дальше есть процесс, когда у вас Z меняется, Z меняется в обратную сторону, а плюс улетает позитрон, плюс нейтрильно-электронное. Ну, а это уже называется бета-плюс-распад. Для неночного нуклона бета-плюс-распада нет, поскольку протон легче, чем нейтрон. Но в ядрах это вполне процесс, возможно, и он имеет место. Дальше может быть следующее. Может быть атомный электрон, может быть захвачен гидром, при этом у вас уменьшается число протонов на единицу, и волькает просто нейтрином. Захват электрона. Но обычно захватывается ближайший электрод с оболочки, поэтому часто такой процесс вносит название К-захвата. Ну, кроме того, у вас вместо электрона здесь может быть ню-минус и ню-плюс. Который тоже приводит к тому, что у вас появляется Z, что-то минус и плюс единица А, ну и плюс либо нейтриномиодная, либо антинейтриномиодная. Это захват меона. Это захват меона. Ну и, наконец, есть еще процесс, когда у вас нейтрино электронная, например, захватывается ядром и переходит, соответственно, либо Z плюс один А, плюс электрон вылетающий. Молитограмма электронная может захватиться ню-дрогом, здесь будет Z минус один, естественно, А, и вылетает уже позитрон. Позитрон. Это то, что называется обратный бета-распад. Вот эти процессы, они используются для регистрации нитрина, в детекторах нитрина. Так вот, надо D поставить еще. Обратный, обратный бета-распад. Обратный бета-распад. Ну вот, основная классификация вот этих процессов, слабых, которые могут идти в ядрах. Но, как видите, не все приводят к изменению числа протонов или нейтронов, то есть происходит транспортация ядер. Теперь, ну, дальше надо писать гамильтонианта. Значит, ну, вы, наверное, уже знаете сейчас, что у вас слабое взаимодействие перенается через векторный бозон. Процессы, видите, идут с изменением заряда здесь все. Так, поэтому, W плюс мю, либо W минус мю. Только между взаимодействием взаимодействия есть ток жидюм умножить на вот такие самые W плюс минус мю. Соответственно, здесь тоже нужно там минус плюс. Ну, поскольку у вас W бозон имеет массу в районе 80 ГФ, то процессы, в которых он появляется только в промежуточном состоянии, когда вот здесь, например, у вас был там, например, немпротон или нейтрон, он отменялся W бозоном там, и здесь вот выглядел, скажем, позитрон и нейтрин, скажем, мю, Е и Е плюс выглядел. То он у вас явно не появляется, он появляется только в промежуточном состоянии. Например, вот для какого-то процесса, ну вот этого процесса, например, для вот этого процесса. Ну и вообще во всех вот этих процессах W не фигурирует явно, а только имеется в промежуточном состоянии. Ну тогда, если вы напишите вот этот потенциал взаимодействия между вот этими частицами и вот этими частицами, то это будет, естественно, Ю гамма Е в степени минус M W на R делить на R. Ну и когда M W стремится к бесконечности, то тогда у вас получается, что эта ручна пропорционально будет единиться на M W в квадрате на дельта функции от R. На дельта функции от R. Вот. Ну поэтому, естественно, вот этот гамма Е для процесса, когда у вас и их, естественно, писать вот этот самый потенциал в таком приближении, и считать, что взаимодействие здесь просто точное. Ну и тогда гамма Е записывается следующим образом. Значит, поскольку у вас есть ток, ток отсюда и ток отсюда, то он имеет эффект произведения токов, поэтому слабый гамма Е записывается как эффективная константа термии G на корень из 2. Итеграл D и R здесь стоит для вот этих процессов. G огромное, крест на M. На G лептонное, M. И все это в одной точке R и R. Ну и, соответственно, плюс R-митус и спряженная G огромное, Адронное, Адронное, M. На G нажимке R-митус. Вот такой вид имеет взаимодействие. Ну и дальше вопрос в том, как выглядят вот эти токи. Лептонные и Адронные. Ну так вот, лептонные токи выглядят следующим образом. Лептонные. Значит, J-методная, J-мю, Адрон. Ж-методная... Это есть следующая комбинация. Это есть psi с чертой, ну, Адрон. А здесь стоит гамма-мю на единицу, плюс гамма-мю на единицу, плюс гамма-пять. На psi электронная. Ну, электронная, ну, имеется в виду электрон в том смысле, что это решение уравнения герака То это оператор, отвечающий электрону и позитрону А здесь нейтрино и антинейтрино Вместо вторичного квантования А так это обычные ломовые функции уравнения герака для электрона и для нейтрино Значит, смотрите, вот здесь стоит комбинация единиц плюс гамма 5 Единица плюс гамма 5 Это Это означает сразу, что гамма 5 Матричный элемент от гамма 5 Это псевдоскаляр Матричный элемент от гамма 5 Это вектор Обычный Ну, поэтому здесь получается вектор нормальный А с гамма 5, гамма 5, это вектор оксиадный Они имеют противоположные четности Это означает, что сразу ваш гамминтонян, записанный вот через доки, взятый в таком виде Четность не сохраняет То, что они сохраняют четность Это было экспериментально обнаружено Ну, сейчас уже можно говорить давно Но это было в 50-е годы Потому что до этого Собственно, гамминтонян писали в таком виде В котором токи не конкретизировались И там предлагались варианты, в которых четность сохраняется, четность не сохраняется Ну и вообще считалось, что четность будет нарушаться Симметрия Красиво Но выяснилось, что все не так красиво Что четность все-таки нарушается Но зато Вот эта форма тогда фиксирована тем Что если у нейтрина массы нет И нейтрины имеют только одну проекцию Одну спиральность А аспект нейтрина с другой спиральностью не существует А существует только антинейтрина То тогда вот этот фактор вам, конечно, как раз говорит о том, что участвует в процессах только нефильна с определенной спиральностью Называется левая Когда вращение идет против часовой стрелки Ну, теперь, значит, соответственно, же крест Ж крест Э, ну Мы должны написать Ну, вот мы, значит, все перестали Это будет Пси электронный крест Единица плюс гамма пять Гамма ню крест Ну, здесь тоже нам крест поставили Но она и в мидово Гамма пять матрица И здесь стоит Пси с чертой крест ню Значит, поскольку Пси с чертой ню Это есть Пси крест гамма ноль Так, то тогда Пси с чертой крест Есть гамма ноль Есть гамма ноль с этой стороны На Пси ню На Пси ню На Пси ню Теперь гамма мю крест Это есть гамма ноль Гамма мю Гамма ноль то есть гамма-0 эрмитова, а остальные не антиэрмитовые пространственные и здесь тоже гамма-5 эрмитова ну поэтому гамма-0 вот это с этим гамма-0 съедается и дальше дальше смотрите гамма-0 вот здесь появляется вот эта вот гамма-0 остается мы ее протаскиваем сюда тогда здесь появляется то есть я запишу, что это равно с чертой появляется электронная здесь вот единица минус гамма-5 гамма-0 на psi с чертой psi с чертой не с чертой ну или если мы гамма-0 снова туда поставим то получится опять та же самая комбинация psi с чертой электронная гамма-0 на единица плюс гамма-5 и не значит вот такой вид имеет ток эрмитовосопряженную так видите всегда есть переход из электрон в геетрино переходит. Либо рождается сразу электронная антинейдрина, либо позитронная гидрина, если речь идет о процессах рождения. Так, значит, теперь смотрите, что такое огромный ток. Жмем огромное. Ну, жмем огромное, раз тут, видите, у вас есть сумма аксиального и векторного тока, то, естественно, полагать, что этот ток тоже будет сумма. Поскольку этот ток, фактически, видите, он уже, уже от вот этого тока, который с кварками создается, от него взят ваточный элемент под состоянием нуклона. Поэтому, если это переход из протона в нейтрон, то у вас уже здесь появляются эффективные токи. Они не такой ведь имеют, а в общем случае их можно записать так, что это есть Жи векторное, да? Жи векторное, ну, от этого. Плюс Жи аксиально-векторное, ну, от этого. Вот. Ну и через нуклоны волновые функции они записывают следующим образом. Жи векторное, ну, это есть обычный такой вот Пси с чертой, где-то в уклонной волновой функции, уже Пси с чертой, это, так, а здесь стоит Жи векторное, ну, обычный ток, плюс Жи магнитное, Си векторное, ну, К, ну, Пси с чертой, ну, давайте уж примоченно здесь букву Ку писать Ку Ню на Пси на Тр. Где Ку – это разность импульсов в начальном и конечном состоянии, в начальном и конечном состоянии. Передаваем импульс. Либо, если там, ну, да, Горок – это только такие процессы. Ку – только. Ку – это разность импульсов. Так. Теперь Жи аксиальное. Соответственно, будет… Да, еще здесь надо поставить… Так. Я еще забыл. Здесь нужно поставить оператор Т плюс минус на Пси. На Пси. Где Т плюс минус – это повышающий, понижающий оператор из-за спина. И повышающий, поскольку здесь переход идет из в нейтрона в нейтрон и обратно, то у вас, соответственно, эти токи будут превращать… Ну, менять величину из-за спина уклона. Токи меняют величину из-за спины уклона. В этом смысле этот ток всегда из-за вектор. Всегда из-за вектор. Значит, таксиальный ток есть. Здесь чертой. Здесь тоже самое стоит АТ. Здесь стоит Тау плюс и минус. А здесь стоит Ж аксиальное. Нога на минус. Плюс. Псеводоскалярное. И здесь стоит Ка-ню. Где Ка-ню – это Ку-ню. То же самое Ку-ню стоит. Ку-ню на Пси. Опять. Вот. Да, еще вот здесь обязательно стоит Гамма-5. Чтобы это все было аксиальным. Чтобы это все было аксиальным. Вот здесь еще стоит Гамма-5. Вначале тут два вектора, которые можно построить. И это величина аксиальная. В случае вот этом, вот в этом случае, из-за того, что у вас есть уравнение дирака для свободных частиц, то Гамма-ню и Ку-ню эквивалентны. То есть можно писать Гамма-ню, а можно писать Ку-ню здесь. Просто. В случае аксиального у вас еще лишняя Гамма-5 стоит. Поэтому вот эти два члена становятся независимыми и они друг к другу не сводятся. То есть Гамма-ню Гамма-5 и Ку-ню Гамма-5 друг к другу уже не сводятся. Поэтому это два разных... Два разных... Две разных величиня. Два разных... Два разных вектора. Так. Теперь. Дальше. Существенным моментом является следующая гипотеза универсальности. Вот если вы запишите электромагнитный ток, он углован. То он будет иметь вид такой. Что здесь будет стоять Пси с чертой на Тр. А здесь будет стоять единица плюс... А то не так. Одна вторая плюс Т3. Единица плюс Т3 на... Ну, вернее так. Давайте напишу отдельное значение. Значит, здесь три... Я напишу вот так. Одна вторая плюс Т3 на Гамма-мю. Так. Здесь стоит заряд электром. Заряд протона. Гамма-мю. Плюс... Значит, здесь стоит... Мю... Мю протона аномальная на... Одна вторая плюс Т3. Все это. Все это уплажается на Симма-мю имена. И, получается, нам все это. Теперь посмотрите. Значит, вот тут есть и изоскалярная часть, с одной и второй здесь, и вот сумма миопротонов плюс мионейтронов пополам, аномальных магнитов в моменте. Ну, у нейтронов весь аномальный. Вот. А есть третья компонент изотопического вектора. Третья компонент изотопического вектора, которая стоит при Т3. Так вот, обратите внимание, выручено внимание, что вот тут стоит третья компонента. А вот тут стоят компоненты плюс-минус. Ну, и гипотеза универсальности заключается в том, что вот эти компоненты и вот эта третья компонента, это есть единый изотопический вектор. Один изотопический вектор. Векторный ток изотопический, универсальный. Что в электромагнитном взаимодействии проявляется только третья компонента, а в слабых компонентах плюс-минус его. Ну, и тогда из этой гипотезы универсальности сразу следует, что ЖВ есть единица, что стоит вот перед гамма-мю. А Жмоглютная, ЖМ, это будет вот эта самая... Мю аномальная протона минус мю метрона. Это вершина где-то типа 4,7. Я правильно помню? Что за типа 4,7, да? Типа 4,7. 4,7. Нет, меньше. Тут аномальная часть, тут стереть 5,2,2,2,2. Надо убрать. Вот 4,2. 4,2. Вот так. Аномальная часть. Протон 1,2,2,2 надо убрать. Так, значит, вот тогда сильные ограничения. Вот эта часть нам известна, ну а вот эта часть, на них нет никаких ограничений, потому что акциальный ток нигде больше не встречается. Поэтому у нас нет никаких на него ограничений. В электромагнитных взаимодействиях, в других взаимодействиях нигде не встречается. Так, ну теперь дальше. Поскольку все эти процессы у нас нерелитейские, под пандромом внутри игра, движение в углу нерелитейское, поэтому мы должны взять нерелитейский предел вот этих токов. Нерелитейский предел вот этих токов. И посмотреть, что от них остается. Значит, если вы будете брать нерелитейский предел, чтобы считать ядерные и маточные элементы, то тогда здесь следует следующее выражение. Самые большие оказываются вот такие. У Жи векторного нулевая компонента самая большая. Ну здесь плотность векторная. И она есть просто сумма ОК Р плюс минус капель частицы на дельта от Р минус Р капель. Значит, правил отбора у него. Ну как видно, что это оператор. Основные переходы у него. У него есть переходы с дельта Жи равным нулю. Дельта П четность не меняется. Он не меняет четность, не меняет момента. Ну и из-за спин дельта Т либо нуль, либо единица. То есть дельта Т может меняться на единицу. Из-за спин, поскольку это вектор. Значит, такие переходы называются фермеристы. Переходы фермеристы. То есть это нормальный переход. В ниши мультипольности это нормальный переход. И они самые интенсивные. Дальше. Еще один большой переход возникает от пространственной компоненты аксиального тока. Потому что гамма-мю-гамма-5 пространственные компоненты это просто спин. Сигма. Матриц-паук. Ну и тогда Жи аксиальная вектор. Это есть вот эта константа Жи аксиальная. здесь стоит сумма по К. Р плюс минус КТ. Сигма матрица паук-пинова КТ частицы на ДРК на ДРК минус РК. Здесь низшая мультипольность. У вас это вектор частицы, поэтому ДРК Жи есть 0,1 плюс-минус, естественно, плюс-минус 1. Ну, четность также меняется ДРК по равному другу. Ну и за спин также меняется ДРК равняется 0, плюс-минус 1. Значит, такие переходы носят название переходы гамма-мю-гамма гамма-теллера гамма-теллеровские переходы переходы гамма-теллера следующие члены если вы будете брать неративистские приближения следующие члены будут содержать уже скорость и линейные по скорости члены возникают и в векторной части естественно поскольку они жизнь векторная это есть ну, это есть следующее сумма но пока тут стоит естественно Т плюс-минус КТ везде а тут стоит такая значина единица на 2 НС и тут стоит п-КТ оператор импульса в каждой частиц на дельта от R минус R КТ плюс дельта от R минус R КТ на П КТ значит, семейтичная координация чтобы это было в векторной операторе так, ну и кроме того еще есть три новых членов есть L плюс где стоит H на 2 НС так, тут стоит вот эта самая комбинация мюм-бета которая есть вот разность вот этих самых с пином аномальных магнитных моментов а тут стоит градиент умножить вектор на си и КТ Си Дельта от R минус Р КТ так ну вот это линейные члены по скорости а в акциальном случае у вас тут стоит следующее у вас наоборот в акциальном случае нулевая компонент которая будет содержать линейные члены по скорости это будет R акциальная которое равно G акциальная в основном а здесь стоит сумма балка на T плюс минус а здесь стоит минус на 2 и на С а тут возникает не B а Сигма умножить на B такая вся доскалярная референция КТ КТ на Дельта от R минус Р КТ плюс обратный симметричный симметричная часть от него плюс Дельта от R минус Р КТ а здесь стоит Сигма умножить на Возникает такие величины а ну собственно здесь все в предыдущем не надо да можно так поставить возникает такие величины так хорошо ну вот вот такие вот есть такие вот в низших порядках в низших порядках величины ну и дальше нам нужно брать маточные элементы маточные элементы бета-распадок по состояниям гибра и типа лептона значит мы должны взять такой маточный элемент вот H сломает по начальному состоянию ну давайте мы будем обсуждать процесс скажем обычного бета-распада бета-распад когда у вас вылетает электрон и антинетрина значит в конечном состоянии электрон это есть тогда по лептонный ток он будет значит в конечном состоянии электрона то будет узчерка электрона от P1 здесь гамма му 1 плюс гамма 5 но адрес стоит V антинетрина от P2 где это состояние с отрицательной энергии антинетрина обновляется антинетрина так и дальше это сюда идет интеграл D и R и тут стоит да но еще надо смотреть здесь стоит E в степени E в степени I P1 R и E в степени минус I P2 R тогда да поскольку V P2 это есть U U минус P2 поскольку процесс вот такой у вас здесь значит в конечном состоянии электрон E значит в начальном состоянии в конечном состоянии здесь антинетрина антинетрина идет сюда и дальше электрон будет сюда то есть сюда идет антинетрина сюда идет нейтрина и сюда идет нейтрина если тогда импульсы здесь будет P1 а этого P2 ну и тогда вот этот импульс будет минус P2 и разность тогда вот этих импульсов будет P1 P1 плюс P2 поэтому здесь стоит D в степени минус P K R от адромного тока маточного элемента G адромная Mu P от R где K в этом случае уже будет K будет равно P1 плюс P2 потому что передача импульса ну вот передача импульса отсюда сюда Q она равна как раз P1 плюс P2 P1 плюс P2 так вот такой маточный элемент ну и жизнь у вас либо либо леница либо сигма либо значит импульс P либо сигма P это все определяется правилами отбора начальными механическими состояниями какой из них здесь будет работать или может быть несколько ну и дальше естественно надо раз у вас стоит экспонент то надо поскольку состояние с определенным моментом то здесь надо опять делать мультифольное разложение мультифольное разложение значит ну опять же мы пишем что е в степени е в степени минус и в степени r равно 4 пи сумма по лямбда мю и в степени минус и в степени лямбда ж лямбда от кр r и в степени лямбда мю от r на y с астреизованное лямбда мю от k единичного веторка лямбда и в степени и в степени лямбда всегда у вас qr много меньше единицы qr много меньше единицы и размер ядра всегда qr немного меньше единицы у вас слабый процесс выполняется тогда просто весе мы раскладываем мю кр в степени лямбда на 2 лямбда плюс 1 км 2 это все надо разделить ну и тогда у нас появляются аналоги мультипольных операторов электромагнитных только в этом случае это слабые слабые операторы слабые мультипольные моменты как в электромагнитных случаи у нас были мультипольные моменты так и здесь у нас появляются мультипольные моменты ну вот появляются такие моменты сразу можно написать подставляя вот эти операторы мы сразу можем сказать следующее что у вас есть мультипольный момент от векторной плотности вот этой он совершенно аналогичен вот этот самый м от ро векторного лямбда мю это есть сумма по к лямбда мю от р векторном лямбда мю от н кт ну и где-то есть значит интеграл с плотностью вот с этой самой плотностью от р векторной плотностью от р в степени лямбда и у лямбда мю это прямо вот эту пункцию туда закладывает ну и дальше легко написать также грамбем от ро аксиального лямбда мю разница будет только в том что здесь у вас появится ну что у вас ро аксиальная это сигмана но пкм это в сигмана в стоит сигмана в ц поэтому тут стоит у вас же аксиальная подвелить на ц и тут стоит сумма ок t плюс-минус kt r kt степени лямбда а тут стоит сигма k на v k на y лямбда мю вот r kt вот это то есть видите у вас этот маточный момент уже в акси он мал по сравнению с этим он меньше вот вот ну и еще остались еще два других еще два других которые записываются аналогично записываются аналогично тем моментом значит m от g аксиального векторного и здесь он может быть зависит от каппа лямбда и мюн поскольку сложение моментов будет иметь место это равно g аксиальная здесь стоит сумма ок r плюс минус kt r в степени k а здесь стоит такая комбинация у k k n k и s k k частицы сложенные в момент лямбда и мюн то есть это просто значит с коэффициентом клепша то есть эта комбинация равна сумма по m клепш лямбда и мюн каппа m единица единица что тут поставить единица мю тут будет стоять имя каппа м умножить на сигма мю в земле пробегает значение плюс минус единица и ноль ой нет тут мюн уже есть а сигма напишет сигма пробегает значение плюс минус единица ноль сложенный полный момент то есть вот у с этим сигмой складывается полный момент ламберин ну и совершенно аналогично векторный тоже самое строится там вместо сигма стоит импульс p вот этот импульс p ну и тогда сразу же четность этих этих операторов у этого оператора четность минус единица лямбда есть потому что еще v есть одно у этого оператора тоже минус единица в степени каппа потому что y каппа определяется ну и у того оператора будет минус единица в степени каппа плюс 1 потому что тут еще вот это вот самое еще один импульс есть еще один импульс есть k плюс 1 то есть все черности опять же определенные поэтому маточные элементы когда вы смотрите какие из них будут работать то естественно надо будет выбирать найнижшие степени возможные по правилам разбора ну и тогда просто можно склассифицировать степень запрета то есть вот эти переходы мы с названием разрешенных разрешенных они самые большие самые интенсивные ну а дальше каждая степень скорости и каждая степень r вам вносит малость поэтому степень запрета r это есть сумма 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 степеней степеней r r и v сумма степеней r и v поэтому скажем вот если здесь единица это будет переход первой степени запрета единошные запрещенные переходы дальше идут дважды запрещенные и так далее перечные запрещенные то есть каждая в целом поправка лентейская вносит малость сюда так ну вот наверное на этом мы сегодня закончим так значит мы наверное в четверг только в следующей будем лекцию завтра будет у вас не то кратченко не то скорпи так кажется не то что не то что нет в